Смотрите сегодня в выпуске. Новые репрессии ФСБ возбудило уголовное дело против владельца телеканала АТР Ленура Ислямова и провело ряд обысков. Снова в деле. Бывший министр обороны Украины Павел Лебедев стал представителем крымских предпринимателей в России. Лечение по-русски. Севастопольцы недовольны качеством медицинского обслуживания. То ли украли, то ли раздали. В Севастополе до сих пор не могут найти гуманитарную помощь от весны 2014 года. ФСБ возбудило уголовное дело против владельца телеканала АТР Ленура Ислямова и провело ряд обысков в квартирах. Дело было возбуждено еще 22 октября, отмечают российские СМИ со ссылкой на ФСБ. Однако неизвестно, по какой именно статье. Сам Ислямов полагает, что ему пытаются инкриминировать экстремизм, терроризм и посягательство на территориальную целостность России. В связи с этим делом ранним утром 2 ноября начались масштабные обыски в московском доме Ислямова, где живет его сын. В Крыму в жилье его родителей. И в домах у экс-гендиректора АТР Эльзары Ислямовой и экс-зам-гендиректора Лилии Буджуровой. После прекращения работы телеканала в Крыму они обе перешли в ООО «Карэндонис Продакшн». В доме обеих женщин после начала досмотров отказались пускать адвокатов. Изъяты все электронные носители. Также маски-шоу были и в здании компании «Симсити Транс», где раньше располагался АТР. В продакшн-студии и ресурса «15 минут новостей» изъяли технику. Для Меджлиса крымско-татарского народа и для Линура Ислямова все происходящее не стало неожиданностью. «Меня предупреждали. Сказали, или ты все прекращаешь, или мы у тебя все забираем. Все это они сейчас делают. Они свое лицо показывают. Мы ни у кого ничего не забираем. Мы хотим отстаивать свои права. Нашу родину захватил чужеземный солдат. С отцом я уже разговаривал. Отцу даже не показали никакую статью. Сказали, предупредите сына своего». Отец не стал спорить, все-таки 82 года. Родителям даже не показали, по какой статье идет обыск. Перевернули весь дом вверх дном и уехали. Напомним, несколько дней назад так называемый прокурор Крыма заявил о том, что проводится доследственная проверка относительно гражданской блокады Крыма. А по отдельным эпизодам возбудили уголовные дела. «Хранительные органы работают в отношении всех активистов и членов так называемой блокады. Это те граждане, которые нарушают законодательство. Абсолютно в отношении всех». Ленур Ислямов готовит заявление в прокуратуру Автономной республики Крым, поскольку его сыну и родителям угрожали. По данным первого заместителя прокурора АРК Назара Холодницкого, дело будет возбуждено по статье 162 Уголовного кодекса Украины. Незаконное проведение осмотра или обыска с применением насилия или с угрозой его применения. В прокуратуре считают, что все эти действия оккупантов – давление на политиков, пытающихся отстаивать интересы Украины. Запугивание крынчан и к тому же способ отвлечь людей от социальных проблем. «Певно, что понимаете, сейчас в Криму, когда холодные батареи, когда нет опаления, когда на улице теплее, чем в помещении, когда захмарные цены на продукты, когда русский мир выявился не таким красивым, как в картинках ОРТ и РТР, чтобы отвлекти, когда население больше начинает интересоваться социальными побудовыми проблемами, каким-то образом пытаются отвлекти уважение населения Певострову от тех проблем, которые сейчас там есть». Не стали неожиданностью для Ислямова и Меджлиса и действия, направленные против бизнеса владельца АТР. Так, Центробанк России заявил об отзыве лицензии Джастбанка, о самопровозглашенной главе Крыма Аксенов, о грядущей смене собственника компании-перевозчика СимСитиТранс, учредителем которой является Ислямов. Представлять интересы оккупированного Севастополя и Крыма в Российском Союзе промышленников и предпринимателей теперь будет бывший министр обороны Украины, а ныне, как сообщают крымские новостные сайты, один из самых активных девелоперов Севастополя – Павел Лебедев. 14 октября он введен в состав правления этой организации в качестве представителя Координационного совета отделений по полуострову. Избрать его главным координатором предложили глава Севастопольской ячейки Союза промышленников и предпринимателей Вячеслав Горбатов, бывший глава Балклавского родоуправления имени Горького и бывший директор завода «Фиолент». По словам Вячеслава Горбатова, кандидатура Павла Лебедева согласована не только с так называемым губернатором Севастополя Миняйло, но и с Аксеновым. Напомним, имя Лебедева чаще всего упоминается в СМИ в связи со скандальной застройкой гектаров земли, полученных сомнительным образом, в том числе в заповедных и особо охраняемых территориях. Возведение многоэтажных корпусов пансионата для отдыха родителей с детьми в Ласпи, корпусов рекреационного комплекса на мысе «Фиолент», многоэтажной застройкой побережья в Парке Победы, а также комплекс опустующих ныне апартаментов на мысе «Хрустальном». Стоит отметить, именно Лебедев был министром обороны Украины во время оккупации Крыма. Севастопольская медицина не только бесплатная, но и несуществующая, констатируют местные жители. Инициативный костяк вышел на несанкционированный митинг с требованием отставки так называемого начальника управления здравоохранения Юрия Восконяна. Говорят, он причастен к неэффективному использованию средств и коррупции. У меня жена, инвалид первой группы, не говорит, не шевелится, так сказать, и все, что с этим связано. Я никак не могу сейчас добиться бесплатных лекарств, которые положено. Я добивался бесплатных лекарств пять месяцев. А сейчас я не могу добиться, чтобы поликлиника выписала бесплатное лекарство, которое ей положено в выписке из больницы. Говорят, что многие лекарства, которые были закуплены до города, оказались ненужными. Приводят пример. В декабре 2014 года Главное управление здравоохранения потратило около 5 миллионов рублей на форталезин. Однако, как потом оказалось, зря. Проверкой установлено, что в период с 28 декабря 2014 года по 30 июля 2015 медицинский препарат форталезин не используется. Заявка о необходимости приобретения препарата форталезин в Главное управление здравоохранения Севастополя центром не подавалась ввиду отсутствия потребности в данном препарате. Относительно удобств в больницах севастопольцы могут говорить часами, признаются сами местные жители. С приходом так называемой страховой медицины стало только хуже. Нет ни лекарств, а условия нахождения в палатах невыносимые. Говорят, раньше такого не было. У меня настолько болело, болели все бока. Повернуться было невозможно, так как тело бездвижно. Это вам не передать просто. Так как я находилась там 10 дней, то есть фактически утром просыпался от того, что у тебя просто все жутко болит от этих жутких матрасов. Когда я подняла клеенка, там все, они настолько страшны, они пропитаны, не знаю, кровью, чем они пропитаны. То есть люди лежат на таких матрасах. Севастопольцы с грустью констатируют, что такая ожидаемая многими русская медицина оказалась страшным кошмаром. Гигантские очереди во всех заведениях здравоохранения, нехватка кадров, недостача лекарств и нечеловеческие условия пребывания. С конца февраля 2014 года в Севастополь жители России огромными фурами отправляли так называемую гуманитарную помощь. Разного рода оборудование, лекарства, еду, принадлежности гигиены, деньги, одежду и многое другое. Дескать, она была необходима для поддержания жизни города в сложный период. Самопровозглашенные власти груз принимали, благодарили и просили отправлять еще. Однако спустя полтора года обнаружилось. Нуждающиеся гуманитарку не видели. Да и сама она буквально растворилась в воздухе. Ни в одном из 14 протоколов с 24 марта 2014 года по 26 августа включительно деньги не распределялись. Хворостом на комиссию и в том числе по электронной почте сведения по деньгам не заявлялись. За несколько дней до так называемого референдума в городе вдруг появились сразу две комиссии по распределению гуманитарки. Одной руководил Виталий Хворост, входящий в команду Чалова, а другой – Дмитрий Белик, бывший депутат городского совета. Приходит Хворост и говорит, господа, распределите 10 пачек сигарет. Но эта комиссия не знала 10 пачек, 10 паков или 10 вагонов. И вообще, только ли одни сигареты. Общественники Севастополя намерены разобраться с тем, куда же ушла гуманитарная помощь и деньги. Говорят, если понадобится, будут писать жалобы и ходатайство высшестоящей инстанции. Редактор субтитров А.Семкин